когда человек умирает случае если он загрязнен чем очень много делал плохого в этой жизни знаете хамил людям матерился загрязнял всячески свою речь делал боли окружающим людям жил гадко был человеком лживым был человеком лживым перед собой перед близкими обижал кого-либо ну и не успел отработать это с помощью своего заболевания обычно людям таким дается возможность поболеть но природа как бы новые технологии уже не дают этим людям болеть они умирают внезапно и в следующей жизни этот человек не рождается быстро он должен перейти в мир такой который называется в тибетском мистицизме миром кала чакры ли чакрой времени и считается что между миром живых людей и миром божественным находится некая прослойка которая называется миром мертвых этот мир мертвых это некая астральная субстанция куда человек попадает после своей смерти мир мертвых мы в него попадаем если можем если есть у нас на то возможности энергия когда мы засыпаем вместе где мы засыпаем бы астральное как считают все место или астральное поле мы там находимся на самом деле там находятся и живые мертвые ожидающие своего рождения так мы ночью путешествуем по этому миру где находятся мертвые так мертвые могут проявиться или там прийти к вам это будут ваши родные как вам кажется что это ваши родные так далее но хочу вас разочаровать когда человек рождается то если бы гипотетически ребенок который только родился в астральном мире подошел бы к зеркалу то он бы увидел перед собой страшного старого человека это было бы его конечной чертой того момента когда он умрет то есть он бы мог увидеть себя полностью старым и умершим момент рождения мы здесь рождаемся молодыми а в том в астральном мире мы старики поэтому если вам снится сон в котором вы смотрите в зеркало и видите перед собой старого страшного дедушку знайте это хорошо это говорит о том что вы еще будете очень долго жить случае если увидите перед собой вы спите и видите перед собой в зеркале в отражении маленького ребенка знайте не все так не все так бесконечно нужно уже обращать внимание наверно на события и на то чем вы занимаетесь таким образом человек попадает в мир мертвых иногда мертвецов удерживают обещаниями клятвами которые они дают на протяжении своей жизни и так или обращаются к ним делают из них мумии делают из них допустим какие-либо удерживающие факторы то есть когда тело у человека распадается в этот момент его душа покидает тело но существуют такие методы которые заставляют человека сделать мертвым или злобным или мертвым духом это просьба которую с которой обращается человек который подходит гробу человеку и таким образом делает своего родственника любимого там маму отца или брата или еще кого-либо делает его духом которого который хочет переродиться но его удерживают на земле как это обычно происходит если гипотетически войти в сознание этого духа то выглядит это так когда вы засыпаете и вам снится сон но вы его не помните и вы просыпаетесь то как вы себя ощущаете а если во время сна к вам кто-то подходит вы же этого не слышите не видите также и душа человека после смерти у него как сон где ему что-то снится он просыпается что-то снится но он себя уже не ассоциирует с тем человеком которым он был до этого но родственники его обращаются к ему цепляют на него какую-либо эзотерическую магическую программу делает из него гневного духа этот гневный дух не может переродиться все время выходит в мир мертвых делает дырки и выпускает сюда не переродившиеся души из-за этого у людей появляется больше идей быть вредными и больше стремится к смерти то есть даже сейчас можно было бы задать какой-нибудь вопрос он мог бы быть хороший допустим как заработать деньги там как справиться с коронавирусом но вас же больше интересует вопрос мертвецов видите давайте сделаем так пусть мертвецами бог занимается а пусть жизнью занимается человек и перерождаются сразу только те кто достоин перерождаться сразу не сразу перерождаются те кто недостоин вот если вы не вредный человек переродитесь сразу не